ну сегодня следующая тема у нас это нужно изучить прокси адаптеры так называемый прошлый раз мы посмотрели каким образом пишется адаптеры то есть нам нужно было интерфейс i-image адаптировать к интерфейсу i-file чтобы получилась удачная запись такого объекта внутрь коллекции файлов при этом что мы делали мы реализовали интерфейс i-file при помощи функции в интерфейсе i-image для того чтобы адаптация работала нам нужно создать такой вот файл класс то в конструктор мы передаем адаптируемый объект который называется контекст ну можно вопчик назвать можно просто адапти или еще как-то контекст от наилучший такой наиболее абстрактный вариант мы сохраняем и потом запускаем у него тут получается properties свойства то есть синтезируем например имя файла из размеров горизонтального вертикального изображения и его разрешения на то есть какое количество битов на пиксель она содержит на все условно мы же сами то изображение здесь никаким образом не создавали вот и при этом мы генерируем свойства name сейчас я загружу interfaces где у нас описание то есть файла нам нужно name сгенерировать и size собственно size и name это у нас property то есть атрибут только для чтения но фактически это процедура но метод запускаемый вот теперь следующий так скажем уровень будет это так называемый прокси адаптер так ну в общем прокси адаптер да это такой вариант лучше по-английски напишу да прокси адаптер то есть прокси адаптер это такой у нас получается такая компонента до 5 напоминаю компоненты экземпляр некоторого класса на реализующие обязательно интерфейс какой-то мы вот так вот рисуем компонент еще таки прямоугольник есть мелодии трясуев для этого полного так сказать представления так кстати неправильно перед ним нарисовал и почему неправильно правильно он же это реализует реализует некоторый интерфейс да у нас предположим какой мы сделаем адаптер скажем адаптер для а и имиджи на предложим мы хотим записывать в нашу коллекцию картинку на другом сервере вот сейчас пришло на ум вот адаптировать зачем будет адаптировать а имидж точнее к а имиджу да и адаптировать он будет из прокси адаптер всегда адаптировать тот же самый интерфейс ну или по крайней мере один из интерфейсов если это скажем у нас мульти адаптер таки тоже бывает молки адаптер то хотя бы один из них нам должен быть интерфейс который он реализует конечном счете собственно это можем сделать ну как это к 1 вариант то есть предположим мы хотим снаружи какую-то картинку до подсоединить вот саму конечно мы не увидим почему там будет юрел да какой-то либо мы с этого юрел а выкачиваем картинку и берем оттуда информацию о его размере в ее размере то есть и разрешение пиксельный до второй пример адаптеров прокси адаптеров это адаптеры реализующие например авторизацию пользователя то есть юзер у хоризы еще то есть авторизация есть аутентификация на что аутентификация пользователя это процесс определения достоверности того что к нам подключился конкретный пользователь один из способов пароль какой-то спросить хранящийся в зашифрованном виде в базе данных этот пароль сравнить с этой шифровкой если они совпадают то пользователь который к нам подсоединился тот самый пользователь и вторая это авторизация 3 за под авторизации понимается набор то есть определение какие конкретно функции данный пользователь может выполнять и какие не может выполнять то есть то есть юзер авторизащен то есть такой вот адаптер он авторизуется какому-то интерфейс но здесь буквой а его просто обозначу таким вот образом он тоже использует интерфейс ай ну какой-то там компоненте да то есть на его там реализует эту компоненту степку не смогла не рисовать но при этом он еще взаимодействует с компонентой то есть это мульти адаптер да получается которые организуют этот ай аутфоризащен то есть там какие-то методы определяющие чего-то этот второй вариант прокси адаптера третий вариант то есть вообще много этих прокси адаптеров третий вариант получается ну заместитель да правильно третий вариант вы хотите какую-то компоненту вот это вот у вас есть не буду это прямо были больше рисовать она реализует какой-то интерфейс так и вы хотите ее сделать удаленной то есть на ком-то там сервере является сервер один например да при этом ваше основное приложение на что же по идее является компонентами она пользуется вот этим интерфейсом вот чтобы само приложение не изменять при переходе к распределенного варианта то есть первоначально она сама с ним общалась да то есть как будто то нарисовать ну то есть вот этот интерфейс по сути говоря есть вот этот интерфейс то есть она напрямую с ним соединялась а тут мы решили на нее отдельный сервер вы выделить да и как сделать так чтобы нам не можно было само приложение реализовывать вот для этого делась в этот адаптер то есть он будет работать опять же с этим интерфейсом но здесь вот получается мы делаем разрыв по сути говоря здесь тоже своего рода заместитель да вот этот прокси да появляется даже не так делать как то мы вот здесь вот реализуем по протоколу http или там xml rpc кстати можете взять в качестве сегодня в качестве лабораторной работы реализовать там минут за 20 можно реализовать мы попробуем сегодня реализовать вот эту вот прокси адаптер и если будет время берем с другого сайта картинку но реализуем вот эти его интерфейсы и имидж и второй вариант можно сделать авторизацию пользователя то есть аутентификацию не будем делать просто зададим пазу данных из двух пользователей виде по идее это тоже должна быть к нить утилита вот это может быть вполне утилита какая-то то есть утилита напоминает а зарегистрированный определенным определенным образом объект идентифицируемый своим интерфейсом ну и также можно идентифицировать каким-нибудь именем например может быть несколько соединений с базой данных да то есть несколько баз данных с одинаковой структурой это актуально например при решении задач как раз разработки аналитических информационных систем там с несколько баз собирается информация вот у них вроде как интерфейс одинаковые с точки зрения аналитического вот этого модуля да на самом деле это разные вещи то есть нужно каким-то образом еще систему идентификации вводить человек это параметр но в частности имя достаточно удобно так ну приступим разработки нашего прокси адаптера его можно кстати сделать в отдельной подиректории полностью чтобы наш файл collection он не знал практически ничего про какие-то новые виды объектов которые будет содержать на самом деле с точки зрения объектно-ориентированного программирования мы тут особо ничего нового не делаем вот с точки зрения компонентного проектирования мы расширяем систему новой компонентой и при этом ядро как у нас остается таким же сделаем отдельный файл как быть external external и мы чего-нибудь и магида . при игре и там будем создавать нашу конструкцию и там зуб интерфейс импорт а там кстати не надо нам просто интерфейс из импорт и импич классы external кстати это на самом деле не прокси потому что мы у нас конкретно внешне это нету займемся пользователем одному пользователю можно смотреть имиджа например высоту ширину но нельзя смотреть на мир bpp можно но иностранная конструкция получается ну или можно то же самое с коллекцией сделать то есть один куда у вас лучший вариант когда один пользователь может добавлять только объекты туда другой только удалять объекты user authorization for file collection он такой длинный это на самом деле не так страшно можно кстати на основе файл коллекция сделать это будет не совсем правильно так адаптер да адаптер i file collection MyFileCollection Implements Implementer iFileCollection Так, FileCollection From the Soap Component Soap Interfaces IMPORT Implementer Все еще не могу перестроиться Я уже сколько лет, наверное, 10 назад эту систему изучил Так, тут получается Self Потом Context И получается User То есть User Мы не будем его делать компонентой Пусть это некий класс, у которого мы разрешение спрашиваем То есть какой-то там интерфейс есть Self точка Что-то у нас Context Context Self Это даже не primary It's out, it's user User out Certification И просто out Ну, может быть Давайте Можно все правильно делать Написать так Authentication Все Теперь у нас multi-adapter Одновременно Хотя Этот класс можно сделать В принципе, нужно делать, конечно, отдельный файл для iAuth Ну, здесь у нас пример Поэтому мы можем пока здесь ограничиться Authentication Тогда надо написать Интерфейс Так, вот не сюда Имплементы Интерфейс Интерфейс Напоминаю, что у нас тут Конструкция Класса, от которой экземпляры нельзя порождать То есть они сами по себе являются экземплярами Делается это при помощи всяких инструментов Питоновских Связанных с метаклассами А с чем мы тут хотим сделать Ну, например Есть некоторый метод Его будем идентифицировать названием То есть внутри FileCollection iFileCollection И мы хотим узнать Может ли конкретный пользователь Получить доступ к этому методу Вот Пользователя мы можем либо передавать в качестве параметра А можем сначала Конкретную компоненту инициализировать Данными пользователя И обращаться к нему То есть здесь вопрос встает Кто будет хранить пользователя Проще, конечно, для UserAuthorization for FileCollection Это сделать внутри Вот этого Out Объекта Поэтому мы его Должны здесь добавить User Attribute User Name И Тут я не буду писать Так Dev Пускай у нас есть Авторизация Некоторого метода Некоторого метода Метод Как у нас в Python методы Идентифицируется Сейчас посмотрим документацию Я маленько подзабыл То есть в Python методы можно идентифицировать вот таким вот образом То есть обращаемся к классу Потом Выбираем метод А вот так они Видите, не совпадают Так и будем их идентифицировать То есть вот есть некоторый метод Отцепленный Да Таким вот образом И Мы его идентифицируем То есть здесь у нас интерфейс Выпишем Attrice Execution Execution Of a method Еще по идее нам нужно было бы авторизацию сделать Property Можно кстати просто метод написать Метод Метод А здесь Property Проп И положим чтение А, ну тут можно написать Апцесс какой-нибудь Чтение там, запись в Property Или удаление Auto-rise Property 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 On Access значит способы у аксесса могут быть R, V и D. Мы, наверное, себя не будем тоже реализовывать. Implementer. Странно, почему его нету. А может быть он не в интерфейсе. Ползо было 5. Все правильное, что ему там нравится. Субтитры делал DimaTorzok Вот, блин. Синтекс хайлайтинг. Как кликовывает. Так. Теперь. Где мы будем эксперименты производить? У нас, по-моему, это application. Да, вот application. Он будет описывать туда. Скажем, класс. Синтекс хайлайтинг. Что там у нас был-то. Синтекс хайлайтинг. Синтекс хайлайтинг. Синтекс хайлайтинг. там при кище опризычный for file collection моего поединения должны импортировать нужно зарегистрировать ауторизейшен продаем конструктор юзер здесь мы не будем property делать мы обычно делаем тоже для упрощения так делала так вот он юзер мы реализовали уже def так у нас таки out чего out из раут фризейшен файл collection маленькая кстати крик криво получилось по названию потому что здесь какая-то авторизация и 10 список методов которые каким-то образом соответствует айфайл коллекшен тогда вот здесь это что у нас за компонента получается это у нас вот это самое юзер авторизейшен прокси заместитель ты сама реализация то есть вот это описание то чего мы разрешаем делать это собственно сама реализация так метод self m здесь получается если м равно это получается файл коллекшен точка то есть совсем красиво получается так файл коллекшен компонентах он лежит по идее мы должны были бы интерфейс на и как раз элементы здесь указывать да давайте мы здесь интерфейс на и сделаем потом будем в самом этом прокси адаптере смотреть так интерфейс с да что значит в м попадает в м у нас попадает вот такая вот конструкция получается вот пресс а да и мы там должны узнать поддерживать ли интерфейс то есть первым делом нужно узнать поддерживать ли объект вот которого метод мы получили поддерживать ли он интерфейса и файл коллекшен это первым делом во вторых уже сам метод разрешать там они разрешают сейчас документации посмотрим как это делается ну вот если а это метод это экземпляр с которого метод мы иначе это взяли то с а точка сэлф равно с получается отлично то есть получается сэлф этот м точка сэлф дальше ай файл коллекшен провайдет бай с выкупить другой объект сюда подсунут некоторые не реализует ай файл коллекшен но в нем есть такой метод дальше нам теперь нужно узнать если в интерфейсе данный метод что же идем в документацию то есть импортировал так взял у файл коллекшен нашел метод от и получил ссылку на его описание то есть если он там есть наш коллекции есть такой метод сейчас проверим то есть ай файл и файл коллекшен м а как взять меду имя метода теперь еще осталось последний узнать дети момента класс а с а то есть б равно а б б б н и стыка есть отлично у нас теперь на иметь то есть ему Кстати, можно через try Так, а нам нужно придумать какую-то здесь конструкцию универсальную, да? Authorization error, ошибка авторизации, и она должна быть у нас out. Class. Authorization error. Можно exception, но error это вроде как такая конструкция, которая приводит к завершению работы программы, а exception не к завершению, а к некоторой нестандартному состоянию. Предположим у нас, так, ну и в параметре error. Коммет exception, ладно. Authorization error, да. Так что у них в параметре в Python, у exception в конструкторе первый параметр это сообщение. Поэтому мы можем все, ну тоже грубо, да, все неправильные запуски обозначать вот этим authorization error. здесь, ну, конкретно какой вариант, мы можем либо сапкласс создать, да, подкласс, либо написать просто noSearchMethod. Так, дальше. Теперь же нам, собственно, для пользователя, как-то пользователю привязать. Давайте так, allow, допустить запуск метода. А, ну да, просто allow. Здесь будет перечень имен. Значит, allow нам в интерфейсе iOut нечего выпячивать, потому что вот в данном, в данной компоненте мы вот таким вот образом реализуем. А в другой компоненте мы, например, можем как-то по-другому сделать. Какие-нибудь там придумать идентификаторы глобальные, еще чего-то подобное. Ну, так как в Python еще нету private полей, то можно даже вот так вот сделать. Это что? Есть ли что? Implementant интерфейс From Interface Interface Implementа Implementar юзер тут правда ни при чем осталось ну да ладно . name у нас что получается то список строк имя метода если . name можно кстати в локальную перемену создать то тогда turn true иначе rise не авторизировал ну вот теперь в нашем приложении плеки еще можем создать файл collection нашу пользу по идее так тут кстати неправильно писал да по идее на какая-то база данных должна быть так на этой базе данных узнаем этот аул для юзера и потом таким образом она связывает файл лекшин пользователя чем ему можно например только так список она будет здесь обязательно только в интерфейсе и вот но это не так Alt-Jone Значит, создали мы нашу авторизацию для нашего Джона По идее, конечно, нам было файл collection написать Можно ее зарегистрировать теперь Кажется, да, что мы тут слишком много всего делаем Но, как говорится, trust me in a specialist Это очень-очень полезно потом, когда уже сама сложная система Мы начинаем собирать из этих компонентов Нам не нужно помнить, например, какие у нас есть глобальные переменные Типа вот Джона вот этого Ну, мы, по крайней мере, будем помнить, что есть интерфейс Есть некоторый идентификатор Так, импорт чё у нас? Get global site manager Global site Get site manager Если я не помню, я сработала, нет? gsm.register.register.utility И там наш пример, вот, components Где-то не здесь было Значит, мы регистрируем Out of the John Можно назвать по функции, например, пароли, да? То есть, add какой-нибудь Ну, здесь какой-то смысл в этом всём должен быть Глобальный Где-то надо это всё равно фиксировать Вот мы его сделали И теперь Надо изменить Тесты Test collection Мы ещё, кстати, не зарегистрировали Адаптер Proxy adapter Test Надеюсь, что получится у меня сейчас Alt collection Вот у нас коллекция В нём есть два файла Так, и вот теперь нам нужно Authorized collection Сделать из него адаптер Но тот вариант, который у нас был раньше Адаптация, iFile, да? Он уже здесь не подойдёт Потому что преобразование интерфейса Можно делать только с одним интерфейсом Насколько мне известно Поэтому здесь маленько по-другому делается Сейчас найду То есть query utility Она позволяет Искать Утилиту Если её нет То возвращается Known А вот Типа как Get utility Или другая процедура Она В случае Если у нас не найдена Необходимая утилита Да То она соответствует В исключительную ситуацию Аналогично Эрадаптер работает Кстати, непонятно К чему он адаптер-то Обеспечивает Это регистрация То есть такой вариант регистрации Есть Замечательно То есть global site manager Даже не нужен Хорошо Надо заполнить Implementer Вот они наши Чутики, да? То есть Компонент Query adapter Здесь Exemplar класса К какому интерфейсу И имя адаптера Если у нас несколько интерфейсов То у нас должен быть здесь список Точнее Список вот здесь Адаптируемых объектов А здесь какого интерфейса Это будет мультиадаптер А, он даже здесь мультиадаптер Да, он начинает вспоминать Отлично Отца Get Это из компонента То есть get adapter По идее Это вот то же самое Что мы вот здесь Вот i-file делали То есть можно тут написать Get adapter Теперь первый парам Сейчас я тут отвечу на звонок Так вот Get adapter Что у нас там Объект i Интерфейс будет i-file И По умолчанию Пустое Пустое название адаптера Мы его здесь не использовали Здесь вот Get multi adapter Нам на вход подается Список Список Они должны быть по порядку Обязательно Адаптируемых объектов Тенаж Alt Здесь Adapter Collection И Authorization Да, получается Collection У нас C Authorization Это будет Get Utility Утилита У нас Ай Что-то забыл Немного Application Да I Alt Get Utility I Alt Под названием Adder Все Теперь Если я тут все правильно сделал И мы все правильно тут Добавили Get Utility И зарегистрировали Наше приложение Еще раз Точнее нам не надо Нам нужно импортировать Просто приложение Еще пока она будет импортироваться Вот эта регистрация пройдет Так А я вот А я вот Она не знает Потому что Он у нас Находится Начинаем уже Пожинать плоды Нашей леди В этих пакетах Зоуп У них есть Специальный Интерфейс Или специальный Как бы Виртуальный файл Типа как Виртуальный файл Импортирующий Все интерфейсы Из всех подсистем Пакета То есть Можно в интерфейсе Разделить На те Что реализуют Непосредственно Функции Приложения И те Кто реализуют Например Авторизацию Два разных файла А потом делается Один интерфейс Из которых Все импортируют А все Вот эти Подразделы И вообще В отдельных Поддиректориях Сделать То есть Подмодулях Тут много Еще чему Учиться Можно Ну и вот Теперь С Заменяем На С Опять Пытаемся Что-то Здесь Добавить Вот На Ремоф По идее Должен Должна Быть Исключительная Ситуация Сработать Так Пай Тест Пай Тест Работает же Да У вас Тест С-П Тест Пай Импортим Плагин Теперь у нас Не будет Тест Нормально Работать Теперь Легкий Там был Пай Тест Тиреку Тиректории Not Found Так Я не туда Написал From Parent package Так, это кто? Alt Все, до конца эта система не работает, но тут потому что мы тесты запускаем в контексте Can't import name getMultiAdapter from the component Что довольно странно Так, ну вот справил ошибку Запускаем на модуль ZOOP Adapter Такого, кстати, действительно нету модуля Так, в колонне у нас Это в аппликейшене Исправляем Сайт-менеджер Опять же вот, когда система ZOOP разрабатывалась Она разрабатывалась Под тем соусом, что Один сервер будет крутить несколько компонентных систем У них будет свой собственный адаптер Так, это что у нас за ошибка Вот этот вариант возьмем, который новый Заодно проверим Здесь без Global Site Manager Здесь без Global Site Manager On ZOOP Import Component Комментируем Создаем экземпляр И регистрируем А, ну да, это все правильно работало Просто в неправильной последовательности Задается Критер iKritter Robert По идее По идее Вообще-то Он уже должен знать Что Alt Collection Вот этот Точнее, Джон Вот этот Он является экземпляром класса Который уже реализует Implementer Интерфейс Alt Ну, видно Не знает Так Три ошибки Ну, пока будем исправлять их GetMult Adapter Взять утилиту Запускаем Запускаем Какой мы В конкретном месте Ошибка-то То есть, мы либо утилиту Не можем найти Alt Равно Я, кстати, не забыл написать еще Какой мы интерфейс Там и все адаптируем Тут я думаю странно Так, а мы адаптируем это все Кайфайл Коллекшн Вот То есть, я еще регистрацию не сделал нашего адаптера Поэтому мы сейчас Запустим тесты Так Component Lookup Error GetMultiAdapter То есть, на GetMultiAdapter Сыпется iFileCollection Ну да, есть локальный интерфейс Ну да, есть локальный интерфейс Локальный класс Так Component Register Так, есть RegisterMultiAdapter В принципе, какая разница В принципе, какая разница ProvideAdapter точно Provide ProvideMultiAdapter Нет Provide Так, так Так Три Кстати, вот еще один способ Зарегистрировать Так AdaptiPerson Да, вот здесь через запятую у нас идут адаптеры Давайте вот так Как вернем ProvideAdapterFactory Одна у нас еще пригодится IAutharization 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 ProvideIFILECollection Name Name Ну, что там будет дефолтный Пустой Name Ну, что там будет дефолтный Ну, здесь не используем По идее, должен быть name еще Шеймонми From опять надо переписывать модельничку так компоненты компоненты зубки импорт компания так да мы его не реализовали селф , где наш интерфейс объект и здесь объект add self-object не здесь, а здесь self.context.add self-object и там что-то возвращалось еще remove я еще авторизацию не добавлял что там еще лист надо да property.tif.list.self тут мы не будем ну я получается списки авторизируемых его не разрешил ну пусть положим лист у нас без авторизации работает потому что мы видим список агентов mi6 которых надо уничтожить а уничтожить их не можем self.context.list так теперь вот авторизация получается у нас все работает авторизация при помощи исключительных ситуаций то есть нам тут достаточно написать self.add кривовато но можно доделать то есть еще додумать то есть скорее всего в python есть какая-нибудь переменная внутри метода говоришь о том какой мы сейчас метод запускаем язык такой довольно гибкий тест а вот файл коллекцион ну а вот как и а и 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 если то есть когда программа похожа на фразами английского языка то есть наш дизайн на правильном пути и находится то есть он в каком то смысле естественным not authorized отлично у нас римов теперь чтобы этот тест сработал то есть по факту мы все сделали осталось только сделать чтобы тесты культурная у нас завершились я тут пока прерву трансляцию исправлю ошибки но это делается в тупую хорошо то есть надо просто перехватить эксцепшен я нос использовал там белок с такой вот и потом секс на аут аутфайз эксцепшен надежно на просто перехватить пайтест ну кстати может это правильно потому что мы можем внутри название неправильно у нас ура изящен эксцепшен делать если у нас произошла ошибка здесь туда сертру лист равно нулю это должно не сработать сейчас потому что нам не дают возможность удалить отсюда значения так еще а из f2 на 85 строке будет работать тем более его что вообще нету то есть я по идее должен их убрать написать здесь двойку да по сути давайте кстати так и сделаем я просто хочу проверить не сработала как раз так но осталось исправить какие-то старые ошибки режиме офлайн так ну вот мы сегодня сделали мульти адаптер немножко странноватый он конечно в принципе идею показывает адаптирует объекты оснащающие вот эти два интерфейса к этому то есть он является чисто какой-то степени прокси адаптером вот реализует авторизацию пользователя вот сама процедура авторизации реализована вот здесь у нас в этом классе мы регистрируем конкретного пользователя его авторизации в виде утилиты потом при помощи тестов то есть тесты у нас это некий аналог приложения здесь мы берем эту нашу утилиту то есть авторизатор и создаем из наших двух компонент и вот этого адаптера система из трех компонент который позволяет осуществлять регламентный доступ системе при этом само приложение то есть если мы еще в application такую конструкцию там добавили но практически не меняет свою структуру да то есть у нас понятно что вот эти исключительные ситуации связанные с ошибкой авторизации их надо как-то перехватывать а вот эти эксепшен надо перехватывать и потом мне как-то реагировать в системе системах публикации объектов то есть фреймворков этих зуб 3 эксцепшен и возникающие не перехваченные они переводятся в страницы типа 400 там 1 402 403 404 либо там 500 серверов в зависимости от эксцепшена и пользователь выдает сообщение о том что у нас система как-то неправильно работает разработчик сайта может переопределить эти страницы определенным образом и направить пользователя в соответствующую соответствующий там какой-то раздел сайта там для дополнительной регистрации например или для повышения прав пользователя или письмо отправить администратором в общем такая система то есть механизмы перехвата сообщений сами эксцепшенов исключительных ситуаций исключения по сути говоря это один из механизмов расширения функции системы так мы сегодня закончилась какие-то вопросы есть пишите либо сейчас вы зададите спасибо за внимание